Ребят, а перед началом видеоролика хотел бы вам напомнить то, что вышел новый пакет Ноябрьский, в котором Сушка, ВК, AMX 1357 и Лансен И конечно же вот такой бесплатный, потрясающий стиль Мне он очень нравится, вообще класс, супер, советую Для того, чтобы подключить данный набор, да, либо же получить Переходим на мой сайт, ссылочка будет в описании, опускаемся ниже И там все доступные, наиболее актуальные наборы для этого времени Так что так, подключаем, всем спасибо и приятного просмотра Ребят, всем привет, с вами Inspire99 И в сегодняшнем видео мы с вами подробно поговорим про объект 777 Либо же, как в простонародье его просто называют, три топора, либо же просто топор Мы сегодня с вами не будем рассуждать на такую тему, как Какой же первый танк взять, фазу все-таки, шарфутура или 777 Нет, рано или поздно вы все эти машины заберете Без разницы в каком порядке, да, на чем-то вы начнете раньше играть Больше удовольствия получать И действительно, я забегу вперед, скажу то, что для меня это Сам, наверное, худший вариант из тех, которых имеется Но для более-менее таких, ну, слабеньких игроков Этот танк будет довольно неплохой Вообще, в сегодняшнем видео я бы хотел закрыть такой некий гештальт Всех тех танков, которые можно получить за боевой пропуск Потому что, ну, уже, честно говоря, надоел постоянно эти вопросы Что лучше взять, что нет Вот я, наконец-то, выпускаю все три видоса по этим машинам По двум у меня есть, вот остался третий И сегодня мы с вами поговорим, что же из себя этот танк представляет Во-первых, броня Многие там из нее чуть ли не легенды какие-то делают Но по факту Что танкует? Танкует верхний бронелист, танкует башня Что нужно помнить о башне? Крышка пробивается, да, 50 мм она Но правило трех калибров Поэтому, если у пушки калибр будет в миллиметрах так 150 и выше Соответственно, это будет пробиваться Ну, это бабахи Я не помню, у Е4, у Е3 Там нужно смотреть Е268, честно, не скажу, какой у них калибр Но, если вот у нас 122-мм орудие Возможно, там и где-то и будет 150 Ну, может бабаха Лючки, их очень сложно выцелить И поэтому они составляют, конечно же, проблему Что касается маски, голдой Ну, не то, что в маску, по щекам рядышком может пробиваться То есть, ну, это не прям такая вот неприступная броня Нет, сюда голдой можно пробивать Но крайне редко Поэтому танкует башня крайне успешно Не так много у нас машин, которые знают, что сюда можно пробивать Это раз Во-вторых, не так много машин с калибром в 150 и больше ездить Это два Верхний бронелист танкует Вы спросите у меня Я вам отвечу, что да, действительно танкует Но, и этот танк очень низкий И встречаясь с менее, ну, с более, точнее, высоким танком, нежели вы Соответственно, ваша броня начинает очень резко таять То есть, против Е100, Мауса или других там прочих машин Будет довольно что-то тяжело сделать Понятное дело, что я сравню с десятками Но, все равно, этот танк будет очень часто в виде десятого уровня Поэтому верхний бронелист танкует Да, но в определенных довольно условиях Если вы просто едете, да, он вытанковывает все Если прячете нижний И просто вот верхний у вас, окей На рельефе, а у нас пушка опускается на 6 градусов И то не везде, сзади вообще на 3 То есть, по бокам и спереди на 6, а сзади на 3 Это не так много Да, и нам приходится постоянно корпус свой показывать И, как следствие, пробивают Что касается танкования ромбом Танкуют, хоть и здесь и есть под башню Вот эти вот все подгоночки, там, закругления Но выцелить это крайне сложно За корпусом это не видно И, в принципе, вот по своей игре скажу то, что довольно успешно Туда практически никто не стреляет Ну, если кроме более-менее какой-то грамотный, знающий игрок Все, бортами может что-то отбивать Да, если ромбовать, можно прям доворачивать очень-очень сильно И он это будет отбивать Ну, а так, в принципе, никакой проблемы Если заходят с борту, к нему он не составляет То есть, разбирается на раз-два Это что касается брони Как таковы еще положительные качества, да? Броня и, следовательно, многие подумают Ну, вот и орудие, наверное, если броня А как бы то ни было, это у нас мобильность Довольно, как бы, неправильно, скажем так, да, по игре Такая совокупность двух характеристик Как мобильность и броня Которая встречается крайне редко Но вот чем-то по мобильности он мне напомнил Девятку АМХ, да, МЛЕ-51 У которого плюс-минус то же самое Удельная мощность почти 15-ка был И максималка 40 вперед-15 назад Довольно подвижно То есть, он не ракета, не летает Но едет хорошо Никаких проблем вообще с этим не испытывает То есть, мобильность однозначно гуд Далее, что у нас еще здесь потрясающе Ну, я так сказал, да, для тяжика есть Это маскировка Довольно какие-то странные, да, показатели Мобильность, броня, маскировка Может быть, все-таки СТ Нет, это тяж И у нас здесь довольно неплохо Не нужно думать, что мы как елка Прямо в кустах будем стоять И не светиться, нет Это танк ближнего боя, вот И рано или поздно тебе придется воевать вблизи Но если вот так получилось То, что нужно отстояться в кустиках И там где-то выстрелить Да, такое на тяжи тоже бывает То это один из лучших вариантов Потому что он маленький Он низкий Да, он длинный Но маскировка здесь отлично Как для тяжа То есть, она просто феноменальная И это, конечно, хорошо Но опять Не нужно там, я не знаю Как-то надеяться на это Думать то, что Вау, вы сейчас там все будете танковать Нет, такого нет Далее Это обзор Вы в начале боя, наверное, увидели Иууу, что за даун с оптикой Но у нас здесь базовый 380 Это на самом деле очень печально Очень печально Даже если в боевое братство Радиоперехватер длинный глаз Вентиль ставите И с доп. паёчком Да, у вас там получается 440 В принципе, на этом обзоре Уже можно остановиться Потому что Ну, сюда ставить Улучшенную закалку Можно Но То есть, ну тут нужно Экспериментировать Смотреть, на что вы играете Если вы поставите сюда оптику Вы получаете обзор Почти в 490 метров И вы очень многое можете Подсвечивать Очень многое На тяжи это как-то довольно странно Но если учесть то, что здесь Еще и маскировка То первый выстрел по тяжам Всегда будет оставаться Плюс-минус за вами Это такой вот плюс Этого танка Такое можно Но можно поставить закалку Можно поставить досылатель Можно поставить стабилизатор И в принципе играть Тупо вот От своего орудия Но оно здесь Не самое лучшее То есть С оборудованием Как бы то ни было Сюда можно и закалку Вместо вентиля поставить И оптику Вместо стабилизатора То есть здесь Еще можно придумать Смотреть Кому с чем нравится играть Честно говоря Поэтому здесь Я прям вот Советовать такую сборку Не могу Каждый индивидуален Кто-то может Суарагамас к сети Оптику поставит И будет кайфовать Понимаете И тут я окажусь неправ Но да ладно Это такой философский вопрос Что касается орудия Я оставил его напоследок Потому что я считаю Что это Ну не самое сильное Что есть у этого танка Потому что Ну в принципе По всем параметрам Если пройтись Здесь нету ничего Такого экстраординарного Единственное Чем мне эта пушка понравилась Тем то что она По сути Реально 10 уровня Пробитие базовое 258 Это бронебойный снаряд Который летает 940 Ну стоит как бы Копейки Там тысячу Он хорош Он неплохой Пушка 122 миллиметровая Поэтому Какие-то рикошетики Там да С маленькой альфой Нет такого не бывает Да у нас уже есть пушки С альфой в 490 Или с 520 Как у Е75 Но все равно пойдет Далее кумулятив Его заряжая в 340 Вы вообще Лишаетесь Всех проблем С пробитием Потому что 340 миллиметров И кумулятив то Он не теряет бронепробитие Да с расстоянием Там нормализация Забора Экрана Вот это все прочее Но летает он Чуть медленнее Вообще не знаю Зачем Типа поправки 940 летает ББ 920 летает кумулятив Для чего Зачем Ну и фугас здесь есть Пробивает он Почти 70 Ну 68 Летает он как ББ И с альфой в 530 Ну то есть как бы Так нет нет Можно поиграть Далее чем мне Более менее Мне еще танк запомнился Понравился Это ДПМ То есть ну 2400 Не сверхнекорное Но при альфе в 440 КД 10 95 11 секунд Вот Все остальное Что связано с точностью С временем сведения Со стабилизацией Мне этот танк Абсолютно не нравится То есть Точность 0.37 Время сведения 2.54 Ну разве Вот это нормально То есть когда Вы имеете Условно говоря Фазу Да у него меньше Альфа Это мобильность Но точность 0.34 Стабилизация Годнее ДПМ Гораздо лучше То есть там Альфа 400 885 Я К тому то что Вот Поэтому я и оставил На топорах Да самое последнее Это орудие Потому что Ну это самое Скучное На самом деле В этом танке То бишь У него Пробитие Потрясающее Да более менее Там еще и ДПМ Какой то есть Все Но комфортности Абсолютно никакой Нету Да можно сделать Поправку Что вы играете Вблизи Что в принципе На дальние расстояния Стрелять Не приходится Но разные карты бывают А если вы попали на Малиновку Заехали на гору Всех убили И вам дальше нужно ехать И вот В таких моментах Начинается проблема Едешь ты быстро А вот стреляешь криво И этим он мне не понравился В общем и целом Если так посмотреть Да Броня есть Есть Мобильность Есть Есть Пушка Как бы то ни было Но она здесь неотвратительная Для многих Вообще главный параметр Это пробитие Если оно есть Да С этим можно и играть Хрен с ним Там постоим Посводимся Но можно с этим Как бы Свыкнуться И привыкнуть Мобильность Есть Броня Есть Маскировка Есть Обзор Можно опять таки Поставить Есть Все Что тебе еще Нажно Но мне Максимально не понравилось Это УВН Сейчас Практически все Танки Очень многие Играет От УВН То есть Рельеф Немаловажная часть И этот танк Играется только там Где ровно На каких-то Холмиках Склонах Он вообще Не играбелен И Выцеливать на нем Какие-то Лички Там Компашинки Потому что Сейчас многие Бронированные Что-нибудь Капец Но Если вы заряжаете Голду Можно в принципе Не выцеливать Но Честно говоря Вот Если вот Склониться Именно к выбору То Для большинства Для большинства Фаза топ 1 Потом Шарфутур Потом 777 Я Ну Выбор Из среднестатистического Игрока Наверное Даже шарфутур На последнем месте Потому что Более такой Сложный агрегат Но Если уж выбирать То фаза однозначнее Да Чуть хуже В мобильности Там на 5 километров Ну там Уделка-то получше Но при этом У фазы Тоже пробитие Шикарное Шикарное КД Лучше То есть там ДПМ в 2.700 Точность Стабилизация Сведения УВН Вообще Все лучше Все лучше Но там Есть кумбашинка У фазы Но это отдельный разговор Вообще Для сравнения В общем целом Берите Но Сказать что Вау Вот прям Вы будете кайфовать Он вам капец Как понравится Ну наверное Такого нету Т10 257 Вот что-то из разряда Этого И Что нового Непонятно Все ребят Всем большое спасибо Обязательно подписываемся На мой канал Приходим на стримы Пишем свои комментарии Что вы думаете Да вот просто Топ 3 своих танка По боевому пропуску Да там Первый шарик Фаза Или 777 Просто список составьте Мне будет интересно До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok